итак здравствуйте дорогие друзья сегодня четверг 15 сентября давайте посмотрим на графики еврофунт и поговорим о дальнейших перспективах движения и видим что вчера европейская валюта попыталась продемонстрировать небольшую восходящую коррекцию после мощной распродажи днем ранее наблюдаемой в результате роста инфляции в северных штатах америки но как и ожидалось эта коррекция приведет только к входу в рынок новых продавцов и собственно формирование ложного пробоя в районе паритета на что я обращал внимание еще все это привело к хорошему сигналу на продажу европейской валюты далее по медвежьему тренду образованному у нас 13 сентября данные по изменению объема промышленного производства за июль в еврозоне очень сильно разочаровали сокращение там наблюдалось сразу на 2,3 процента и все это конечно же усилило давление на европейскую валюту и несмотря на то что даже индекс цен производителей в сша совпал с прогнозами экономистов сократился немного на сократился на 0,1 процента годовой рост 8 и 7 процентом особо это евро не помогло и видим что давление сохраняется дальше по британскому фунту выше у нас также данные по инфляции которые привели к небольшому укреплению фунта все-таки инфляционное давление немного замедлилось что позволило снять напряжение с банка англии однако борьба с инфляцией конечно же не закончена и наверняка она продолжит рост в осенний период и все эти промежуточные данные как мы видим мы сильно не повлияют на настроение банка англии и на дальнейшее повышение процентных ставок видим что давление на фунт возвращается и по всей видимости сегодня мы пойдем на обновление уже минимуму вчерашнего дня прежде чем полить технической картине давайте разберемся что сегодня нас ждет в экономическом календаре в первой половине дня выходят нас данные по индексу потребительских цен франции публикуются на сальдо баланса внешней торговли еврозоны выступает нас представители европейского центрального банка но в реале это как-то особо поможет европейской валюте которая нацелилась на прорыв уровня 99 57 куда более интересны будут будет отчет по изменению объема розочной торговли в сша за август прогнозируется ее сокращение если это так то с одной стороны конечно для экономики это очень плохо так как по всей видимости она все-таки продолжит дальше скатываться в рецессию с другой стороны это ослабит инфляционное давление и хорошо для покупателя рисковых активов которые рассчитывают все-таки на то что федеральная резервная система ближе к семье этого года начнет повышать ставки менее агрессивно но решение о том что ставки будут повышены на но 75 процентов на сентябрьском заседании который у нас остается на следующей неделе тут уже говорить нечего скорее всего так она и будет и видим что рынке на это учитывают и на это закладываются также выходят нас недельные данные по числу первичных обращений запасов по безработицы производственные индексы выходят у нас и изменение объема промышленного производства там также ожидаются негативные показатели что конечно не прибавит сил американскому доллару и американской экономики теперь что касается технической картины есть у нас это часовой график евро доллара есть у нас ближайшая поддержка 99 57 прорыв закрепением тестом снизу вверх этого диапазона хороший сигнал на продажу и идем дальше уже на 99 20 20 перспектива возврата на 98 80 здесь посмотрю покупки сразу на отскок при первом тесте в 25 30 пунктов внутренняя если быки защищают 99 57 либо формируется на сложный пробой на 99 22 то это сигнал на покупку возможно где-то вот в этом диапазоне быки попытаются выстроить новую восходящую тенденцию выстроить нижнюю границу но восходящего канала ну поэтому 99 22 на мой взгляд будет довольно актуальным уровнем как и 99 57 при условии формирования ложного пробоя задачей покупателей будет возврат 99 96 собственно это грубо говоря паритет если мы выбираемся выше этого уровня тест сверху вниз приведет к сигналу на покупку и движению на 0 0 38 и 0 0 79 0 0 79 продажи на отскок с коррекцией 25 30 пунктов ну а продажа 20 38 и 99 96 только при формировании ложного пробоя что касается британского фунта то здесь у нас сегодня нет никакой важной статистики по великобритании поэтому я думаю попытаются быки защитить 1495 выстроить здесь нижнюю границу нового на восходящего канала поэтому акцента расставлю именно на этом уровне если здесь никого не будет не будет но сложного пробоя то закрепление ниже сигнал на продажу и идем и тогда на 1452 с перспективой 1406 на 1406 покупки сразу наскок с коррекцией 25 30 пунктов ну а покупки от 1452 1495 только при ложном пробое с перспективой выхода на 1543 здесь видим средний скользящий поэтому если бы кому даст вернуться до диапазон тестово сверху вниз сигнал на покупку и выходим на 1585 и 1631 на 1631 продажи наскок с коррекцией 30 35 пунктов ну а продажи от 1585 и 1543 в продолжение медвежьего рынка который у нас был образован 13 сентября и уже с целью пробоя 1495 всем даму да 155 165 165